Здравствуйте, дорогие телерадиочитатели, и мы продолжаем прохождение игры Legacy of Cain, Soul River. На чём мы остановились в прошлый раз, мы, пожалуй, дадим слово кальмару. Он нам и скажет, в чём вообще замес. Кальмар — это прозвище, данное фанатами древнему богу за очевидное сходство с вышеупомянутым морепродуктом. Вам, наверное, интересно, какого чёрта мы делаем в начале игры. Ну, такая вот особенность, что каждый раз, загружая игру, мы оказываемся сначала, поэтому в игре есть вот эти вот прекрасные портальчики. Каждый портал отмечен своим символом, так что по ним можно понять, куда, собственно, вынесет. На самом деле, достаточно удобно. Впрочем, в последующих играх откажутся от подобного и будут экспериментировать с другими системами сохранений. На самом деле, более-менее нормальную систему сохранения по чекпоинтам сделают только в Bloodoman 2. Да, для худшей части серии у неё всё-таки были свои преимущества. Как видите, копьё, которое у нас было в прошлой серии, дожидалось нас всё это время. Также вы можете видеть вот эти вот ямки. Эти ямки обозначают норы в земле, куда закопались мелкохимы. Да, их особенность, если вы ещё не догадались по предыдущей серии, это закапываться в землю и выскакивать из-под неё, как чёрт с табакерки. Интересная особенность, но что делать. Так, сюда мы зайдём попозже. Тут вот у нас есть один замечательный блок. Тут у нас вроде как ничего нет, по крайней мере я ничего не вижу. У меня тут плохая видимость. Поэтому пойдём сюда. Пользоваться в прошлой серии я обещал рассказать много чего. И действительно есть чего рассказать. И про вырезанный контент, и про собственные первые впечатления от игры, когда я впервые увидел, по-моему, году в 2001 на PlayStation. Конечно же, на PlayStation. И про историю разработки. Пожалуй, начну с последней. Как я уже упоминал, это третья попытка сделать сиквел к Bloodoman. После того, как разработка Bloodoman завершилась, Crystal Dynamics и Silicon S не хотели иметь друг с другом ничего общего. Хотя изначально они вроде как нацеливались на долговременное сотрудничество. К концу разработки были скандалы, крики, даже ментов вызывали один раз. Так что разошлись пути дорожки. Activision была не против профинансировать сиквел. Сначала они обратились к Crystal Dynamics, которые предложили им свой вариант сиквела под рабочим названием Каин 2. Он им не понравился, поэтому они обратились к Silicon Knights, которые предложили свой вариант. По слухам, приквел, в котором главную роль играл бы Ворадор. Эта идея им тоже не понравилась, поэтому они предложили все попытки создать этот сиквел. Так, секундочку, сейчас прервемся, потому что сейчас будут разговоры. Это призраки вампиров. Их особенность в том, что они могут начать вытягивать здоровье из Разиэля. Где он? Чего-то его не видно. Сейчас он себя проявит. Ага, вот он. Вот, как видите, он может вытягивать здоровье из Разиэля. Более того, если вдруг призрак вампира вернется в труп вампира, то бишь, если из трупа будет вынуто, допустим, копье, которое в нем было все это время, то тогда у него останется способность высасывать здоровье из Разиэля. На самом деле Разиэль сам по себе представляет собой нечто подобное им, разве что несколько по развитию, потому что все-таки он получился не из простого вампира, а из одного из лейтенантов. Так, не то, не то. Вот, да, вот так. Ну так вот, они отказались от идеи делать сиквел к Блодомену. Если вам интересно, почему кто-либо вообще хотел делать сиквел к Блодомену, ну, до своего времени он был достаточно большим хитом. Для западной консольной типа как РПГ, хотя, ну, это не РПГ, но тогда ее все называли РПГ, так что... Да, что я понимаю. Вот. Она достаточно неплохо продалась и получила высокие оценки критиков. Позднее саму Crystal Dynamics выкупил издатель AIDAS Interactive. И было решено сделать все-таки этот сиквел. Как только новости о том, что AIDAS разрабатывают... Точнее, Crystal Dynamics под эгидой AIDAS разрабатывают сиквел стали известны широкой общественности, Crystal Dynamics не... Тут же получили поездку в суд от Silicon Knights. Которые утверждали, что это наши вампиры, и мы их доим. Им удалось решить дела более-менее полюбовно. На каких условиях, правда, неизвестно до сих пор никому. Тем не менее, видимо, одно из этих условий, это то, что... В начале игры, вот, перед... Главным меню высвечивается то, что... Мол, первая часть разработана Silicon Knights, хотя и не полностью. А все остальные Crystal Dynamics. Надо сказать, что Soul River изначально-то и не задумывался как сиквел. Блодом оно. Изначально... Когда, по-моему, только-только AIDAS выкупили Crystal Dynamics, сценаристка Эми Хеннинг и художник Арнольд Айла подошли к... начальству с... концепцией под названием Shifter. Перевод с английского перемещающийся. Там как раз было все то, что мы можем видеть в Сол Ривере. Всяческие библейские мотивы, аллюзии. Главный герой, так называемый... Shifter. Которого предал его хозяин, и теперь он должен уничтожить его и своих бывших братьев. Превратившись в некое полу-ангельское, полу-демоническое существо. Пособное перемещаться между мирами. Все в таком духе. Эта концепция понравилась... руководству. И они сказали пустить ее в производство. При том условии, что это будет сиквел к Блодомону. Роль хозяина взял на себя Каин. Для всех остальных придумали новых персонажей. Естественно, все это делалось только ради имени. Потому как... Большинство персонажей тут изменилось до неузнаваемости. Точнее, из предыдущей игры тут только два персонажа. Каин и еще один, которого я не буду упоминать. Ладно, три. Но тот появляется в самом конце. Его даже упоминать не стоит. И сеттинг очень сильно изменился, что объяснили. Тем, что прошло, считай, тысяча лет между... Даже полторы тысячи лет, по-моему, между... Начальной заставкой и Блодомоном. И между начальной заставкой и действием игры прошло еще тысячу лет. Так что две с половиной тысячи лет, чтобы Блодомона. Нефигово, так время летит, скажу я вам. Отлично. Не отлично. Вот почему дети надо всегда смотреть под ноги и не заплывать за буйки. В техническом плане, игра основана на движке игры... Гекс, точнее Гекс 2, Enter the Gecko, вышедший на Плейстейшне, по-моему, в 97-м году. Это очень заметно, в принципе, управление практически идентично. Естественно, отсутствует известная доля улучшений, как я уже говорил, все вот эти вот ухищрения относительно практически полного отсутствия загрузок. И, что любопытно, этот движок очень долгое время служил Crystal Dynamics. Последняя игра, разработанная... ...на этом движке, правда, не Crystal Dynamics, а Eidos Monreal. Это, как и странно, но это Deus Ex Human Revolution. Также на нем были сделаны... ...три Crystal Dynamics'овские части Лары Крофт, которые были до перезапуска... ...2013-го года. Ну, то бишь, Legends, Anniversary и Underworld. Ну и последующие части Legacy of Keen Toh. Тоже были... ...бойны на этом движке. Вы, наверное, уже отметили музыку, которая меняется в зависимости от того, находимся ли мы в спектральном или материальном мирах. И от того, находимся ли мы в бою, либо не в бою. Композитором игры выступил Курт Харланд. Помимо прочего, известной своей работой в синти-поп-группе Information Society. Самая известная его песня в составе этой группы это What's on your mind. Вышедшая, по-моему, на... А, нет. Был одноименный сингл. Альбом назывался просто Information Society. В 97-м году группа не то чтобы распалась, но так вышла, что, по сути, стала личным музыкальным проектом Курта. И он выпустил собственный, более мрачный, в отличие от более традиционных альбомов группы, альбом под названием Don't Be Afraid. В этом альбоме содержался трек под названием Azar Midrashim. И этот трек вы имели удовольствие слушать в заставке игры. Тут у нас рычажок. Что произойдет? Правильно. Ничего. Надо вниз. Видно, индустриальная революция в Носготе, если не произошла, то происходила полным ходом. Когда все начало лететь тартарары. Черт, я надеялся красиво пронзить его копьем. Так вот, правда, из альбомной версии трека убрали начальное вступление, где Курт несет какую-то странную околесицу про гигантского голографического Рональда Макдональда. Да, там такое есть. Но, да, этот трек стал главной темой игры и последующей серии. И прочно ассоциируется с ней и с персонажем Радиэля. Помимо этого, Курт работал и над другими играми. Например, За ним же отличный саундтрек к игре X-Men 2 Clone Wars на Sega Mega Drive Вполне неплохой саундтрек к ужаснейшей игре Nightmare Circus на Sega G А также саундтрек к игре Gex 2 Особенно вот финальная тема второго Гекса мне напоминает про Soul Reaver И финальная тема, я имею ввиду, тема главного босса Так, тут надо, по-моему, еще какой-то рычажок Ага, вот он, рубильник Так, шестерни выдвигаются И мы на шаг ближе к своим судьбам Так говорится Данные Данная серия ЛСП называется В поисках Милкаи Это Такая отсылка, которую поймет Полтора человека Скорее всего, никто из смотрящих А суть в чем Был такой демо-диск Legacy of Cain's Soul Reaver The Quest for Милкаи Который как раз Содержал игру от начала до первого босса Так что Раз уж мы покрываем как раз этот контент То неплохо было бы И Назвать серию именно так Вот эти вот головоломки Интерактивность окружения И то, как все Выглядит В свое время Меня это крайне впечатлило Вообще Soul Reaver Меня крайне впечатлил В свое время Я впервые его У него сыграл в году В 2001 Тогда Мой дядя одолжил Какого-то PlayStation И там Были несколько игр Как раз вот Soul Reaver Второй Гекс Кстати Так Нам нужен С засечками Блин Если бы Сегодня не было так светло Я мог бы хотя бы Видеть экран Но я Что-то Нифига не вижу Может у меня Конечно Куриная слепота Уже началась У всего этого Дело Вот там были Гекс И Soul Reaver Ему тогда Кстати Очень нравилась Эта игра Теперь он Вряд ли Про нее помнит Но она Очень нравится мне Вот такая Вот преемственность Поколений Надо помнить Что Тогда Кстати Вампирская тематика Была достаточно На подъеме Особенно Учитывая Что в следующем Году вышел Как раз Второй Блэйд А то Как распадаются Вампиры Здесь Очень напоминает Блэда Первого То игра Оказалась Крайне актуальна Когда у меня Позже появилась Собственно Своя Плейстейшн Да Вот это Меня впечатлило Сейчас Конечно Смотрится Наверное Дико Но все Все равно Прикольно Что надо Вот так Ставить Жаровни Все Сжигать Чтобы Сбить Опоры Так вот Я ведь До той поры Играл Только Сеговские Игры А тут Последняя игра его вышла когда? В четырнадцатом году, да? Или в тринадцатом? То ли в четырнадцатом, то ли в тринадцатом. А последняя игра Лего Севкейн вышла в 2003, так что это тоже следует учитывать. Ну и да, хотя она не такая, не столько влияние оказала, как Metal Gear Solid, все-таки не стоит сбрасывать ее со счетов. Ну да, на мою неокрепшую детскую психику это крайне повлияло. Да. Хотя помнится, мой дядя дальше второго босса не доходил. Ну как второго? Второго с половиной или даже третьего? Я не знаю, можно ли считать Зефона вторым боссом. Но дальше Зефона он не доходил, потому что я так и не разобрался, как его победить. Я тоже это в этом разобрался только в эпоху интернета, когда я как раз в самом начале своего порочного ретро-геймерского пути, хотя я в принципе никогда особо с него и не сходил на самом-то деле, но об этом в другой раз. Загублил Лего Севкейн, узнал, что там оказывается пять частей. А потом приобрел пиратский дисочек с логотипом игромании, где были вампирские игры и понеслась. Ну, воспоминания в принципе можно отложить на потом, их еще хватит, а сейчас нам предстоит встреча с самим мелка ей. Далековато он забрался. О, одна из моих любимых тем в игре. Тема братьев. Пока версия отсутствует полностью. О, два. Уже крем-то, кратер. Не выяснили меня, брат? Я так изменен? Нет, Каиан. Да, брат. Ты должен был оставаться где он отправился, Розьель. Ну, вы увидите Носгоф более приятный, чем вы вспомните. Что произошло из моего клана? Возвращай мне, маленький брат, или я покажу вам ответы от твоих гордых лиц. Все, кто-то боится, сын. Вы влезли в мир из страха. Эти времена изменения так... незаметно. Вы думаете, что я не ощущаю революцию за эту форму? Вы думаете, что наш лорд будет рисковать его импираем на университете? Вы думаете, что вы думаете? Вы, последний, умеет. Как видите, мелкая и время не пощадила, мягко говоря. Он превратился в вот такую вот тварь. В первой фазе боя нам надо два раза опрокинуть на него вот эти вот решетки. Чтобы слегка охладить его пыл. И ослабить его. Ничему его жизни очень. Как видите, мелкая смо встретила себе новое тело из тел своих жертв. Блин, как я хочу ремейк этой игры. Серьезно, я очень хочу ремейк этой игры, потому что я хочу увидеть весь этот боди хоррор, который он у себя представляет во всем великолепии HD графики. И хотя бы графики времен ПС-2 или хотя бы графики времен ПС-3. Ну, пожалуйста. Обычно все немного не так происходит. Отлично. В чем суть? Дальше нам надо заманить вот сюда вот мелкая ее. В прошлый раз он тут был, но видимо он только краешком задел. не успел прийти в форму. Как видите, он может просачиваться сквозь решетки. Такая вот у него плывилась способность. Потому как он живет на грани миров, призрачного и материального. Чем ты это сказал? Тебя уже порошок разнесло. Да, еще один способ убить вампира. Размолоть его в хорошего. Хорошего. Далее. Возвращение Тебя очень хорошо делin, Разьиле. Душа каждого из братьев дарует нам новую способность. Душа Мелкаи дала нам способность просачиваться сквозь решетки в призрачном мире. Что любопытно, кроме одной, все способности, доставшиеся нам от братьев, останутся с нами на протяжении всех игр серии. Приятный контраст по сравнению с Кайном, у которого в каждой игре, в которой он в главной роли, другой набор способностей. Единственная способность, которая у него остается неизменной, точнее, единственная способность, которая неизменна с ним, хотя изменяется ее назначение и внешний вид, это форма тумана. Интересный выбор, но ладно. Так, я тут где-то ящик выдвигал. Так как это у нас игра Метроидвани, и так как это у нас, так мы только что получили новую способность, нам надо сделать что правильно, посланяться по округе, и посмотреть, что новенького мы можем заиметь с этой новой способностью. В принципе, не так уж и много, но с другой стороны, не так уж и мало. Маленький любопытный факт, то что разделили у нас призрак, свидетельствует еще и цвет его крови. Цвет крови синий, как у призраков в предыдущей игре. «Разиэл» Однако, этот хоро-дереликт обозначен, но не обитаем. Эти артефакты улучшают твою стамину, позволяя вам проложить твою материальную манифестацию. Возьмите 5, чтобы улучшить эмблем, и поэтому улучшите твою силу. На здоровье в призрачном мире они не влияют никак. Да, это где-то в другом бассейне было. Мне кажется, какие они трусливые. Если кому-нибудь из них надавать по щам, то они тут же убегают. Иди сюда. Прежде чем идти в святилище кланов, я собираюсь чутка поваландаться и пособирать то, что мы теперь можем пособирать при помощи нашей новой способности. Я думаю, вы не будете возражать. А если и будете, то ха-ха-ха. Я вас все равно не услышал, потому что это записанное заранее видео. Так, кажется, я куда-то не туда зашел. На сюда, мне еще рановато. Пока что. Пока что. Как же они хлюпают? Это неприлично. Это неприлично. Их никто не учил, что это неприлично. Это неприлично. Ладно, пока отойдем. Не махай ты на дверь. Всегда раздражали вот такие контекстно-зависимые нажатия. Нам сейчас по идее нужно в план разделе. Там была еще одна собирашка со здоровьем. Враги, к слову, респаунятся. Если врага прокнуть копьем так и оставить, то он так останется прокнутой копьем. Причем душа, которая у него была не собранная, она так и будет летать, однако, ну как, она так и будет летать до первой загрузки сохранения. После загрузки игры, однако, вместо этой души уже будет призрак вампира, а если вынуть, то тогда будет, соответственно, вот этот вот вампир, который может высасывать душу из рази, да. Если убить призрака вампира, то тогда пропадет прокнутое копьем тело. Вот такие маленькие детали мне очень нравятся. Казалось бы мелочь, не влияет абсолютно ни на что, но, блин, прикольно же. Самые глазастые из вас наверняка помню, что до этого встречалась еще одна такая штуковинка неподалеку от светилища кланов. И в самом светилище кланов. Их мы тоже сейчас пойдем и соберем. по дороге я попытаюсь вспомнить, где же надо было брать то заклинание. Видите ли, в игре есть абсолютно необязательные, но тем не менее по-своему прикольные заклинания, которые называются глифами. Активируются они из того же меню, что и перемещение между мирами. Расходуют отдельную энергию. Выделяем мы под них же. Как я уже упомянул, они абсолютно необязательные. И в принципе в следующих частях серии они не появляются. Розель ими пользоваться не может. Видимо по канону он их не собирал. Но тем не менее в этой игре они есть. Активируются. 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 Продолжение следует... 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 Бой с ними слегка странноватый Пока он заряжает заклинание Которым он собирается нас бить Заклинанием, а не мечом Нам нужно успеть подбежать к нему и ударить его Иначе он сделает вот так И мы тут же провалимся в призрешний мир У нас тут же ждет вот этот вот крендель К счастью, крендель достаточно питательный Так что можно сразу же Да ё-моё Ну теперь я хотя бы вижу где он И мы телепортировались к трону Но это одна из тех битв с боссом Где даже если ты победил, ты не победил Да ну а твой сатанинский, эй, его сатанинский смех тебе не на таком вот то, что и он доволен, нет? Пафос! Из-за этого пафос я и люблю эту игру Сатанинский смех Сатанинский смех Что ты, маленький? И другие из Кейнских creatures пришли к этому сбору спектра Я не хотел бы повернуть твою расстанину Расстанинский смех Расстанинский смех Сатанинский смех Сатанинский смех Из-за этого скрепорного мира Престанинский смех Преодолевый будущий Они вместе? Я всегда здесь? Как вы пришли, чтобы выстрелить эти пилары? Кейн не долгил свернув Ох, знали бы вы, сколько я слышал вот эту фразу про Кейн Refused to Sacrifice. Сейчас эти пилары служат только для меня здесь, моего преследовательного дома, благодаря аварии твоего мастера, Кейн. Этого мастерка не может отмечать от меня. Тогда мы поднимем общий враг, Разиэн. Возвольте сюда, когда у вас нужны. Ариэл вспоминает, что остальные забыли. Масло слегка потекло, если вы понимаете, о чем я. Ну да, теперь она тоже может давать нам советы, как и древний бог на своей платформе. Ее советы, правда, отличаются туманностью и склонностью к иносказаниям. До сих пор, в северных морях, Титаны стоят в мутном устреме, неудачный хвост к паразитическому сварму. Душ. Или, точнее, его бестелесная форма призрачный клинок. В чем же прикол? Ну, во-первых, в том, что он может убивать вампиров. И не требует никаких особых приспособств для этого. Просто надо нажать вовремя, и вампир разнесет на куски. Правда, этот клинок с нами только пока у нас полное здоровье. С другой стороны, пока он с нами, у нас полное здоровье. Но это относится все только к материальному миру, потому как в призрачном мире похититель душ не ограничен ничем. И находится с нами всегда. А также он может убивать вот эти вот дверки. Как видите, похититель душ претерпел некоторый редизайн. Я говорю про материальную форму клинка, которая распалась. Изначально, к слову, задумываюсь, что призрачный клинок будет выглядеть в точности как и материальный. Только, вы знаете, синенький или зелененький. В зависимости от того, спектральный это или материальный мир. Однако потом, видимо из-за недостатка мощности на PlayStation, от этой идеи отказались. Однако впоследствии ее все-таки воплотили в пятой части серии. Итак, что же у нас в будущем? Встреча со следующим братом. Собрание... Не собрание, а сбор. Извиняюсь, красноязычная тварья. Сбор собирашек, которые мы не собрали, включая и первый глиф. И, наконец, вы увидите, как же в данном Носготе живут люди. Но все это будет только в следующей серии. А до той же поры... До свидует. Субтитры добавил DimaTorzok